Ну, как-то так и получается, да? Когда мы говорим, что строительство у нас затухло, нет, строительство у нас не затухло, все делается подряд, везде и всюду у нас много-много различных фирм. Но возникает вопрос, есть ли у вас деньги на это строительство? Вот, к примеру, у меня денег на строительство нет. Именно поэтому мой дом, он в таком же зачаточном состоянии, как я его купил 10 лет назад. С деньгами все как-то сложно. В связи с этим возникает вопрос, а почему бы не построить все это дело самому? Давайте найдем то самое место, где вы все это можете для себя сделать. И наш вопрос решается здесь, на Советской 1, в магазине «Стройматериалы» на Советской 1. Человек, к сожалению, живет немного, но другая суть, и это строительство. Храмы, дворцы и отличные дома, они переживают создатели, и при должном уходе становятся более чем главным, чем обыкновенные дома под снос. То есть строительство, и это для будущих. А как построить дешево, когда все дорого? Вот так мы и выбираем из самого дорогого самый дешевый вариант. А то вы хотели, а то вы хотели, да? Самая тяжелая вещь, честно говоря, знаете, что такое? Самая тяжелая вещь в вашем хозяйстве – это забор. О, представляете, сколько металла надо? А если только металла, получается по 3,30, чтобы высокий забор был. Но, к сожалению, это не есть правило. К сожалению, давайте определимся, что мы можем сделать с забором. Есть такая замечательная сетка «Рабица», она вот тоже здесь есть, и в принципе, она не такая уж и дорогая, 540 рублей, 10 метров. Есть и другая сетка, оцинкованная. Это обыкновенная, простая сетка, она потом заржавеет. Но, в принципе, я еще в жизни не видел человека, у которого сетка «Рабица» настолько проржавела, что целиком можно было бы сломать. Ну, по крайней мере, я такой не видел. В принципе, здесь есть еще и оцинкованная сетка, она вообще будет бесконечно. Долго, кстати, он на улице стоит. Давайте все-таки определимся, если вы все-таки решили крышу покрыть, да? Ну, для начала, в принципе, в аккуратном варианте можно и рубероидом. Вот, пожалуйста, замечательный рубероид, 290 рублей. Спокойненько ставьте и закрывайте крышу свою. А уже потом, когда денег там накопится, тогда уже может что-то другое. В принципе, насколько я прекрасно понимаю, у меня гараж стоит рубероидом закрытым. Так он стоит уже 35 лет, и все абсолютно неправильно. То есть, в смысле, у нас все настолько правильно, что он до сих пор не течет. А где все это? А на советской один. Здесь, естественно, все для строительства, и при этом хозяин за ценой не гонится. У него классное китайское правило, продай много и не задорого. Но общий результат удивит всех. Так, забор дело хорошее. И забор, где мы берем? В магазине строим материалов. На советской один. Дешевый, хороший, грамотный забор. Вместе с рубероидом. Покрыли и ждете. Когда деньги не наступят, так в конце концов, можно потихонечку накопить. К слову, я не совсем понимаю, что у нас в городе творится. Просто не понимаю. Вроде город металлургический. Какого перепугу у нас какие-то сверхдивные цены на металл? Ну да, в принципе, наверное, на другую вещь рассчитанную. Ну дай бог. А что же касаемо здесь? Ну пункт номер один. Это замечательные пилы. Разные. Есть и электропилы. Вот. Это к слову о том, что кто-то не хочет, если там сделать домашнее хозяйство. Или, кстати, допустим, домашнее хозяйство сделано. Но где-то, допустим, растет травушка-муравушка, которую вы должны спилить. Вот. Сюда приходите. Замечательные бензопилы. Вот цена вопроса. Сейчас начну от дешевизны. И максимум это 4,5 тысячи рублей. Нормально. Почему нет? И за моей спиной есть такая штука. То есть, когда мы говорим о быстровозаводимом доме, я так прекрасно понимаю, что там лучше быть быстровозаводимым домом. Хотя, с другой стороны, если вы все-таки готовы жить в шлакоблоке, никаких проблем нет. Чем шлакоблок, тем и все остальное укрепляется. Снаружи, естественно. Чтобы это было дешево, так это вот. Берем гипсокартон аккуратненько. Делаем. Ну, если хороший дом, то, в принципе, гипсокартон можно крепить и на шурупах. Есть такие штуки. У нее клявые, они только здесь. Это вообще понятно. Не надо, что здесь это вот самые дешевые цены. И спокойненько ставим гипсокартон. Затем серпяночка, когда такая штучка была, промежуточки заделываются. Все это дело красиво затирается. И, в принципе, вы можете в этом доме жить. Ну, если вы что-то очень сильно хотите, то хорошие обои, грамотные. Кстати, они, в принципе, недорогие. Можно такие тоже найти. Их, естественно, здесь нет. Но вы можете себе такие штуки купить. Как и, к слову, о пене. Для заделки неплотностей. Считаю, что да, не раз видел, как используют. И цена опроса? Приемлемая 250 рублей за баллон. В принципе, пока я такую цену не встречал. То есть, в принципе, все то же, что и в других местах. Но вернемся к цене. На некоторые товары в 3-5 раз дешевле и вниз. На другие от 1000 и ниже. То есть, строительство, по сути, это ушибание бюджета. Но, зная цену здесь, материалов и прочие штуку-друмсов, вы набираете, естественно, больше. Так вот, когда мы сюда приходим, мы говорим, что здесь низкие цены. Ну, по отношению к другим людям, да, здесь действительно низкие цены. Мы не будем говорить, что здесь есть товар недорогой. Есть дорогой товар, но все равно цены ниже, чем в диле у других. Понимаете? То есть, люди не зарабатывают на вас бешеные деньги. Люди просто хотят, чтобы вы тоже строились. Если хотите, будет красиво. Если не хотите, можно сделать и подешевле. Но в любом случае, если вы выбираете магазин стройматериалов, здесь на Советской 11, или Стройуралопт на крытом рынке, вот здесь рядышком автомобилистов крытого рынка, вы можете посмотреть. В любом случае, все, что вы можете посмотреть, есть не только здесь, в эфире. Естественно, вы можете залезть в YouTube. Все, никаких проблем. Там все видно, куда, как доехать. Как сюда доехать, в принципе, тоже понятно. Когда я говорил о стройрынке на Советской, а также о магазине Орел, в принципе, дорога была та же самая. То есть, вот здесь заканчивается улица Советская. В смысле, она здесь начинается. Советская 1. То есть, мимо не проехать вообще. То есть, даже если вы едете по вокзальной, чуть-чуть поворот сюда. К слову о том, почему здесь работают, немножко чуть-чуть по-другому. Вопрос, в принципе, простой. Как вы прекрасно понимаете, там немножко другой рынок, да? И он чуть-чуть раньше закрывается. Сюда вы можете чуть позже приехать и все то же самое купить. К слову о том, что здесь есть очень хороший товар. И недорогой в том числе. То есть, если вы, допустим, хотите сделать что-то красивое, да? Своими силами. То есть, сделали нормальный дом. Может быть, из шлакоблока. Это ваши тараканы, естественно. Я вот предпочитаю, чтобы у меня строительство было из панелей. Нет, больше нравится. Потому что я еще не знаю, сколько я прожил. А дальше сам пускай сам дальше разбирается. Есть определенные панели, да? СИП-панели. Где лайн-пайсиП-панели? Есть другая штука. Гринбор. Тоже хорошая штука. Я реально посмотрел. Супер. Вот. В любом другом случае есть даже не просто панели. Я как-то видел, такая штука продается. И она продается в Турции. Все делается из металла. Целиком делается каркас. Внутрь вы забиваете. К слову о том, что здесь забивается. Здесь есть вещи, которые не сминаются. В каком веке мы сейчас живем? Ну, в каком веке? Второе десятилетие 21 века. Ну, как-то все немножко по-другому. Правильно? То есть, здесь вещи поставили спокойненько и все, и забыли. К слову, вот если мы будем ее вот так вот брать, да? То есть, помните, это такая штука была? Которая, если вы даже и подметите, стекловолокно, помните, такая штука была? Ой, какая какашка, если честно. Это вообще просто. Можно, в принципе, на нее пать. Никаких проблем. Я же сейчас показал, да? Вообще. Все супер. Вот все остальное. Всякие покрытия, в том числе. Как мы говорили, есть рубероид, есть все остальное. в огромном ассортименте здесь есть. И мы говорим о чем? Мы говорим о том, что цена. Цена немножко опустилась. Грамотно опустилась. То есть, если вы где-то что-то найдете, вы придите сюда. Просто придите сюда, если вы там же в другом рынке, кто располагается, вот там, там, там. Вы знаете, замечательный рынок. Знаете? Вот, езжайте. Там, посмотрите, сюда, придите, здесь купите. Вот так вот. Принцип прост. Перед тем, как купить, ну, потратьте 3-5 литров. А может быть, и из этих литров вы можете сделать более чем в другом месте. А то. А то. Я автомобилист, естественно. Я просто автомобилист. Я кучу покупаю для автомобилей в других местах. Но когда я покупаю что-то в других местах, я приезжаю сюда и понимаю, что где-то в других местах я зашел такой ряд платеж. В одном месте я себе брал сверлышки, да? По металлу. Есть у нас такое, очень такое, хорошее, дорогое место. Оно прямо же рядышком здесь располагается. Мы находимся на Советской Агенте. Это место располагается чуть выше, на улице Московской. Не буду сейчас о тебе говорить. Почему-то там цены на те же самые сверлы из того же самого металла в три раза дороже, может быть и в четыре раза дороже. Жесть. Здесь спокойненько покупаете. Ну, мало вам одних сверл. Вдруг что-то сломаете. Пойдите, себе три сверла и то будет дешево, чем там. Ну, это как уладать. Не в том, что дело. Мне говорят о Китае. Китае? Вот давайте про Китай поговорим. Если бы у нас Китая не было, ребят, нам было бы все очень сложно. Я еще раз говорю, Китай, население дьюного Китая 2 миллиарда человек. Не надо говорить, что Китай вам плох. Нет. Это плохи ваши мозги. По одной простой причине. Я просто был в Пекине. Я видел, на каких машинах они там ездят. Вы знаете, когда мне сейчас говорят и показывают китайские автомобили, я смотрю и не понимаю смысла. То есть, я был в Пекине и я видел, на чем они ездят. Они ездят на отличных европейских и американских брендах. Ну, когда вы там посмотрите, то есть, чем Китай пропагандирует свое развитие? Это, естественно, автобусы, это, естественно, производители. Да, круто и реально. Все остальное, а все остальное делается и Китай в том числе. И линкольные таунгары тоже делаются в Китае. Вот такая прикольная страна. К слову о том, здесь не все Китай. Вот, к примеру, видите, вы не видите, я же покажу, может, увидите. Видите, написано Израиль. Эта штука с гарантией на всю жизнь. О! Она, конечно, денег стоит. Но, в любом случае, если вы где-то что-то возьмете, то цена на эту штуку здесь будет естественно ниже. Так, вот такой замечательный агрегат здесь стоит всего полторы тысячи рублей. Если чуть-чуть подороже. Тема-то интересная и тема-то правильная. Где вы экономите? Здесь, в магазине стройматериалов на Советской 1. Мест по сути много, место правильное одно. Вот так вот все дешево, красиво и сердито от действительности. То есть, люди не зарабатывают, люди дают вам возможность поучаствовать и в строительстве в том числе. Вопрос естественно другой. Как вы будете строить? Ну, если денег слишком много, то вот, пожалуйста, покупайте, а потом у вас почему-то начнет потолок сыпаться. Есть другой вопрос. Потихонечку все делать самому. Делать четко и качественно. Как это делаю я, например, и вы в том числе. И где мы все это делаем вместе? Мы это делаем вместе с магазином стройматериалы на Советской дробь 1. В смысле Советской 1.